всем привет мы всем привет мои дорогие наградинки на канале кишишплей меня зовут иван а мы с вами продолжаем прохождение торт филд я там увидел впереди робота он как-то неожиданно там вышел аху про вначале серии зашевелился вообще а почему они не нападают это странно типа ну они отмечены как угроза но почему-то они не нападают меня этот немного так вопрос смущает может быть зря их всех разбираю может быть реально зря может быть можно оставить их дальше здесь ходить бродить так мы напомню напомню часик у меня что-то понятки надо было ответить мне просто видос один не скидывал и по этой теме мне написали надо было опа опа кто-то бежит клоун подожди там бегал клоун туры так лон и чисто технически они как бы должны заново появляться ну типа о подожди андре прикрой меня а я пока соберу ящик для оружия они по идее должны появляться сразу это же комплекс которых производит они умерли появились сразу в комплексе так что мы сейчас по идее будем иметь ну теории вообще не ограничен запас по опыту ну как не ограничены все ограничено ограничено только нашими патронами но у меня разного всякого надавали так что угну патронов как бы у меня полно компьютер средний не хочу я сломать хотя может быть сломай ладно то может быть что-то полезно может быть как-то может быть отключить эти клонирующие элементы танц может быть я поторопился кстати нажать не это это ошибка будет это будет ошибка а вот это скорее всего уже решение я чуть не нажал это была ваших нет нет я взламывал для того чтобы она это турели эти скорее всего можно было сюда просто про просто просочиться и отключить турель чеки а тендры уже снизу погнали кровотечение откуда когда я успел себе кровотечение заработать подожди куда нити типа вниз прыгать ну я другого пути там не видел это это может быть даже было чуть-чуть жестко давай возьмем хоть пушку для этот пушку более 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 микробное заражение окружающая среда так тихо аккуратно до андре лучше водичку эту не лезь снайперка все еще может хотя мне кажется снайпер кожи достаточно сильно устарела ну я по урону уже вперед сильно ушел можно по приколу просто пощелкать немного снайперкой но она уже не слой не столь эффективно как было сразу реально она сразу была прям супер вундерваффе а сейчас но это на это надо вот для снайперки понимаешь для снайперки реально надо какой-нибудь супер урон то есть она должна прям ушел в идеале это вот мой идеал снайперки которая прям ваншоте выцелил в голову и шот и поставил вот это это вот вот тогда ее обоснованно использоваться но если врагу брать и там по сто раз настреливать он не кстати кританом походу лишь что это было не и все-таки еще может ну типа внутри в голову мы играем не снайпер улит поэтому в принципе чем не здесь выпендриваться правильно так что сильно выпендриваться я не буду сильно выпендривать чуть-чуть чуть-чуть к нему не сильно чуть-чуть здесь это еще тихо вон турелька ожоги блин писти классный мне нравится урон этого пистолета но мне вообще категорически не нравится его скорострельность у из с в дэшкой реально но оружие старого образца получается и мы-то сюда завезли чеки старые пушки а получается из оружия с земли здесь дробовик я только видел калаш винторез и кольт ну то есть на мой взгляд маловато на мой взгляд вот оружие должно быть больше здесь в игре кстати достаточно прикольное количество оружия но я мне кажется скоро мы придем ну в упор то есть здесь оружие больше чем было там в этом фаллауте 4 однозначно то здесь оружие по ходу прям сильно больше даю гадаю турели роботом турелью которых я уже всех уничтожил ладно я заработал опыт 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 знаешь тоже тоже важная штука взрывы прикольные мне нравится неплохо прорисованы здесь враги есть так ненавижу с турелями сражаться ни один еще кстати робот-медик так на меня как бы не напал может они не успевают как бы подойти я их разбираю но реально ни одного ко мне не было в упор был медик так что что кровотечение дай со снайпер лидер клонов с дробовиком 72 уровня на секундочку так здесь я за тура ли закрыт лет третью промазал ой третью последнюю пятый наверное быстро был ну ты попал бы последний он булёк тихо не никого нету ладно здесь будешь ждать мне лидер клон а куда он ушел он сюда в эту сторону ушел а вот там целых две турели да ёп я хотел турели спрятаться андре пожалуйста по этой турели тоже немножко по 20 уровня турель нормально живущим живем живем но мы оказались такой неприятной ситуации нас конечно поджали здесь так мне нужно сменить позицию мать ненавижу тун турели я нет дай мне взрыв разрывающих патрон еще выше какая-то где а это не турели так он они меня довели просто они меня просто довели поэтому вход пошли разрываю блик нормально разрывные патроны вообще тема так сейчас мы аккуратнее здесь зачистим турели и можем идти дальше я попадаю нет может тебе на снайперку раз замутить разрывные патроны я очень подумал значит и подну две снайперки с собой тоже не хочется тягать просто снайперка у меня с глушителем и в принципе ну какое-то время можно даже ну тихонечко так на стелсе минимальный хотя не то чтобы типа фанат стелса ну прикольно разрывным патронам в голову дать и кровотечение меня каждый раз дамажит когда я бегаю на спринте так что надо открывать течение избавиться я еще и голоден когда ты успел проголодаться мы недавно ели только ниже не испытывать жажды все теперь мне надо эти капельки мне нет походу капелек только такое мне есть у меня скоро они тоже закончатся мне капельки нечем любить лечить кровотечение мне вот надо бинтов набрать где-нибудь надо будет реально этим вопросом заняться сгонять каким-нибудь медикам надо набрать бинтов так а что это за точки подожди там кто то есть нет показалось или не показалось показалось ладно просто это вот где делают годов сложно и сейчас откроешь походу это комната где делают клонов ну скорее всего да я знал я знал что здесь будет что-то редкое лежать лабораторный костюм аминокислоты тоже заберем я сразу увидел здесь этот булыжник а он еще когда увидел что надо как бы дверь заперта я такой о да это это будет полезная штука так ладно подожди прохладно а тут у нас оптические подожди шлем обороны окей редкие а что он здесь делает вообще реально типа как здесь за и шлем окей попал как у кей вообще к этому причастны неужели не эту программу запускали ты знаешь а там ключ от комплекса забираем так оборудование экстренная информация деградация кода и оборудование достигает критического уровня требует вареночек при возникновении данной ошибки всем устройство может быть нанесем непопримимый вред мы запрограммировали процесс перезагрузки с обособым требованием пожалуйста перезагрузитесь немедленно запустить ручную перезагрузку перезагрузка и восстановление тихущих параметров перезагрузить и выборе выберите нового супер админа запустить полночистку проекта давай новый супер админ франклин рузвельт держи все я думаю что можно дать им шанс на жизнь типа я помню я помню в какой-то момент я подумал что не стоит полностью их выпускать но вот выпустить с проверкой можно то есть выпуск выпустить вот с этим тестом почему бы и нет ну если у нас будет нашествие агрессивных клонов рузвельта то придется сюда ядерку скинуть наверно я думаю самый правильный вариант сам просто сюда всю планету уничтожить и вопрос решен ну я думаю что у содружества или окей есть есть такие есть такие возможности есть такие возможности так получается что мы квест заканчиваем мы заканчиваем сейчас квест квест клонов наших да мы опять вышли из комплекса еще с одной двери еще и заодно еще еще одну дверь нашли да ёпта можем по угару конечно еще возле горнилов погулять опыт набить но это скорее потом я буду делать не буду еще с этим заниматься в видео а это скучно просто бегать по планете гасите монстров хотя весь сок этой игры да ё-моё я опять появился здесь что за приколы надо опять корабль поменять мне кажется что-то сломалось и я появляюсь не в том месте это и тачку возьму туда далеко бежать . кстати как-то особо не пользуюсь я она просто не очень удобная это вот прям это знаешь на первых порах мне было бы окей потому что ну я бы хотел исследовать планеты больше чем сейчас сейчас я не супер хочу использовать планеты трупы вы убирать не планируете да ну ладно пускай лежат мне не жалко типа лежат то к чему долго стремились уже наступило перемены не все на горниле одобрят ваш поступок но делать то что правильно редко бывает легко и без трудностей вы дали всем нам шанс на самоопределение может быть со временем мы будем достойно отправиться к звездам теперь у вас есть шанс по-настоящему стать человеком для некоторых из нас это будет грубым пробуждением примите мой искреннюю благодарность в любое время когда вам понадобится тихая гавань знаете что горнила здесь для вас все то есть они они будут они не то что прям сразу типа такие все мы летим к звездам так события поговорить с персивалем подожди нет события мы другие возьмем события мы возьмем события поговорить сарой морган я хочу поговорить сарой типа взять ее квест пройти на можно телепортируюсь просто они ладно . пускай 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 пока кей не мешает же особо правильно пускай чуть припаркуется понимаю припарковался не очень как бы на входе тресеки тресеки я сваливаю у меня сейчас беспокоить что я два раза оказался под кораблем и перемещение попробуем квест сары тоже должно быть что-то интересное эй с типор как мы говорили о битве при кассиопе я не могу выбросить из головы то что произошло я могу сказать что это все еще беспокоит тебя неужели это было так очевидно я думаю что смогу справиться с этими воспоминаниями на пока я не вернулась на кассиопе я никогда не смогу покончить с этим позволь мне помочь тебе я бы хотел это вообще-то мне это нужно однако есть одна проблема определить место нахождения обломков шарла экипажа будет все равно что пытаться найти крупинку соли песочница думаю для начала нам нужно найти мой старый кейпинг на кассиопе 1 ты так и не сказала мне где оказалось после битвы а что тут рассказывать я выживала а мой экипаж нет и все же я никогда не забуду как мой палец завис над кнопкой запуска смогу ли я благополучно стартовать или взорвусь в огненном шаре оказалось что мощность мощности моего шаттла как раз хватило на то чтобы совершить аварийную посадку на поверхность планеты пилотирование впечатляет что ты совершила мягкую посадку после аварийной эвакуации так близко к экзо сфере я бы не звала это мягкой посадкой но все равно спасибо я возьму курс на систему кассиопеи подожди я не знаю точного местоположения своего лагеря выживания для этого нам придется отправиться вант и попытаться получить информацию моего старого друга адмирала логана я чувствую напряжение между тобой адмирала точно в цель мы с логаном не раз сталкивались за время моей службы в корпусе навигаторов мы старались никогда не встречаться взглядами послушай надеюсь я не прошу слишком многого меньше всего мне хочется втягивать из тебя какой-то личный крест крестный поход крестовый по крестовый поход крестовые походы моя специальность спасибо мне действительно нужно было посмеяться по правде говоря боюсь когда я ступлю на кассиопе я не знаю смогу ли я справиться с тем что найду если я начну разваливаться мне понадобится кто-то сможет поддержать мой дух я прикрою тебя знаю что так и будет ты всегда рядом когда мне нужна твоя помощь почему ты продолжаешь поддерживать меня я никогда не пойму не флиртовать не будем это то что друзья делают друг для друга сара совершенно верно так и есть я была так занята поисками ответов у звезд что упустила из виду то что все это время было передо мной настоящую дружбу того в чем я слишком долго себе отказывала ну на сегодня все закончилось так ты слишком долго критиковала себя согласно так и есть и в общем я делал тебя достаточно времени я знаю что у тебя много дел я очень ценю твое предложение посетить как себе надеюсь это принесет не успокоение в которыми столько нуждалась окей теперь сара сара морган не может что теперь сара является вашим активным как компаньона бля и делается задание активным да ёптва поговорить сарай морган все равно еще виси дай ну то есть она мой мой компаньон сейчас ну андре пока нет извини что тебя так отвлекая на хотел тебя поздравить принять этих мер по уничтожению угрозы травморфа необходимо для безопасности всех живых существ освоенных системах ты можешь гордиться нужно было что-то делать если существа были опасны да именно так я рада что ты относишься к сложившейся ситуации со всей серьезностью хотелось бы только чтобы объединены колонии решили истребить травморфов с помощью экспериментального микроба они выбрали это нелепое решение социализм до свой слюбля очевидных решений была основана на твои рекомендации это было рискованное решение экспериментальный микроб представлял бы еще большую опасность и позволь с тобой не согласились решение проблемы с помощью целеса займет годы возможно даже десятилетия микроб позволю бы значительно сократить это время я не могу смириться с тем что в нашу экосистему попадет непроверенный микроб я слышу тебя но не знаю бедит ли меня это ты права мне стоило при я разочарована тем что ты не доверяешь науке сожалению изоляция растений лазаря вместо устранения увеличивает риск все что ускоряет жизненный цикл цароморфа должно быть полностью исключено из уравнения зачем рисковать мне кажется что мне не получилось оправдать твои надежды это не мне не оправданное доверие это просто еще один повод для беспокойства вот что я скажу тебе давай оставим это в прошлом хорошо уверена что в конце концов все образуется нам следует поговорить разумеется когда вас будет да иди ты нахер еще раз еще хочешь меня забулить блять спасибо что уделяешь мне время это ненадолго обещаю я подумал ты заслуживаешь знать насколько я горжусь тобой за поддержку объединенных колоний уничтожения багрового флота тебе удалось практически в одиночку спасти освоенной системы от одного из самых опасных врагов трудно даже писать насколько я тебе признательна 1 до тебя сар это действительно очень высокая оценка ну я уверен я не уверена что заслуживаю этого но мне очень приятно я хочу знать что побудило тебя принять правильное решение наследие крикса был у тебя в руках и должно было легко доставить его ключу а ты вместо этого отправляешь его с бдительному нельзя было допустить чтобы багровый флот стал сильнее да это было бы прискорбно багрового флота было бы достаточно богат чтобы финансировать его решена значит и не жалеешь предав дельгады я полагаю 8 сложились неплохие мои взаимоотношения под конец до смысле предав я подсадная утка я я и было двойным агентом меня радует что дельгады находится в тюрьме и где ему самое место согласно поскольку дельгады надежно упрятан в тюрьму окей в космосе на некоторое время станет спокойнее пожалуй меня больше всего волнует как долго продлиться этот вновь обретенный мир по крайней мере на какое-то время возможно единственное что мне беспокоит это сообщение о том что наева мора так и не было захвачено надеюсь она была умна и навсегда уехала в изгнание время покажет ну вот похоже испортила нам настроение для милой беседы надеюсь что моя бездумная болтов не не слишком мешало спасибо за деленное мне время да блин забулил обе все меня с этим ациллисом забулили может быть я и откуда уж я знал я не думаю что это такие последствия мне вообще честно 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 скажу поебать мне как они с этими тераморфами просто кристально похуй вот вот настолько как хотят мне не мне это решать так подожди дань памяти поехали до сара морган это вот ее квест это это нет нет не то что должен решать я ну типа я понимаю круто я здесь главный герой игра там и бла-бла-бла но есть два решения да выберите вы сами проведите анализ откуда я знаю типа ну может я там не ви ну я микробом блять не доверяю ну типа знаешь у меня свои предрассудки какие-то а в итоге с лазарем этим тоже я вообще не знал что его надо уничтожить там был такой диалог ну типа я не ожидал что это так повлияет если ну с этой с точки с этой точки зрения разобраться туда лазаря лучше уничтожить не оставлять это растение типа потому что реально есть шанс использования это как оружие если бы и прям ну сесть и подумать соглашусь я просто в тот момент даже не подумал что это так важно ну типа что надо именно сейчас это тыкнуть я что-то мне что-то другой заинтересован просто отвлекло эти буквочки вот эти буквочки интересные хочу нажать на них все блин а месяц будет за это просто будет никак не усянусь и так мы едим сейвы кили просто быстро как хочешь и без разницы так знаешь что куда нам надо идти куда ты хочешь меня вот за это но в атлантиду не люблю неужели на карте нельзя сразу показать я бы просто рядышком телепортировался то мне часа ну типа меня как будто вынуждает пользоваться этим поездом а это просто загрузочный экран это не поезды тык район бант если ты не возражаешь я предпочту поговорить с адмиралом скорее раньше чем позже да мы сюда и за этим и приехали на брех ладно не буду на лифте на второй этаж подниматься и так забегу надо тоже двигаться движение то жизнь еще не кстати все не им ладно сегодня немного приехал хотел похвастаться что типа много проехал ну хвастаться нечем то только 40 километров поэтому типа вчера больше типа вчера там что 70 было вроде вообще типа в этом сезоне сотку я успел вольнуть но у меня на ближайшие эти на ближайший мой выходной у меня план прям последний последний буквально теплые деньки последние то есть я не планирую останавливается и переставать кататься ой соврал кстати вот вчера было 60 километров сегодня 40 до всего лишь у меня еще в планах на этот сезон одну большую поездку километров может 120 150 я думаю проеду где-то так ну это просто план надо составить по выезжать рано а сейчас понимаешь типа почему почему сейчас потому что как бы днем еще тепло но утром и вечером уже холодно днем в майке едешь а вечером нужна кофта а лишний вес собой брать не хочется вечером ты замерзтишь одно однозначно вот мы вчера катались я домой к десяти вернулся у меня волосовой кофта типа я день катался в майке таскал с собой кофту так как ты адмирал да давай пообщаемся а так ты сидишь в совете министров выл 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 сара морга прошло сколько почти 10 лет адмирал я рада видеть вас снова сэр вы не обязаны обращаться ко мне сэр нормы протокола перестали действовать когда вы бросили свой кластер и мне на стол помните послушайте адмирал я здесь не для того чтобы тревожить старые раны старые раны интересно оборот речи учитывая наше прошлое послушайте мне командир я не уверен зачем вы здесь но чтобы это не было почему бы вам просто не заняться делом я здесь потому что мне нужна ваша помощь вам нужна моя помощь это интересно в последний раз когда мы разговаривали вы ясно дали понять что отворачиваетесь от флота это было 10 лет назад меняется обстоятельства меняются люди адмирал пожалуйста я пришла сюда не для того чтобы спорить и здесь чтобы примириться со своим прошлым ваше прошлое хранится в архиве закрытой папке там вы его и оставили когда ушли из объединенных колоний а что насчет вас кто вы черт возьми герой который спас вообще-то платье тут были два раза тераморфов мы с тобой разговаривали в кабинете министров я здесь чтобы подружески поддержать сару хорошо тогда как хороший друг может быть вы любезно объясните мне почему я не должен быть проведите вас обоих изданий при всем уважении адмирал это просто смешно если у вас проблемы со мной то не нужно ругать коллегу у меня нет к вам претензий командир я просто пытаюсь определить почему вы заслуживаете помощи военных сара здесь чтобы почтить память павших служивших под ее командованием это весьма благородный жест это правда командир речь идет о кассиопии адмирал и возвращаясь туда чтобы уяснить что случилось с экипажем бесстрашного и надеюсь вернуть их наследие домой это похоже на опасную операцию уверены что стоит рисковать я не знаю оса испытывает душевную боль этому должен быть положен конец мы не хотим допустить чтобы экипаж бесстрашного оставался просто цифрами статистики понятно то что вы готовы рисковать своими жизнями ради разгадки этой тайне говорит о многом они были под моей ответственностью адмирал так или иначе я намерена вернуть их домой я понимаю считаю что должен извиниться перед вами командир наша последняя встреча очевидно исказила мое впечатление о вашем характере что я могу сделать чтобы помочь если вы не откажетесь разрешить мне разрешить не доступ к файлам касающиеся моего спасения я буду очень признательно это не должно быть слишком сложно я отправился необходимую информацию на ваш планшет что-нибудь еще нет адмирал спасибо вам не нужно благодарить меня командира я просто надеюсь что вы найдете то что ищите нормально все прошло мы должны позаботиться то потом я не успел я не успел прочитать она слишком быстро сказала так все теперь на кассиопию погнали по посту просто по посту вести стартуем на кассиопею узнать что случилось с командой сары прикольно жива команда они же или она сказала что они точно умерли я не помню он или она говорит что она не знает или они сгорели в атмосфере а может быть нет еще носила что она умерла вот видишь не вот прервалась задание типа надо было очень много всего и сразу очень много это кассиопия понял это сон а это альфа центавра так это кассиопия окей блин я здесь отдавай карту планет выросли корабль то есть напоминаю насколько я сам помню эти события сара участвовала сражение с кем-то их подбили она приказала эвакуироваться сама осталась на корабле а потом и она выжила вроде как командами но сейчас будем ну я знаешь мне кажется с сюжетом starfield они могут быть живы сейчас узнаем я окажусь по двигателям или над нормально покинуть корабль сразу нажму и окажусь в нормальном месте ли это баг просто той планеты не все окей о 38 уровень дали неплохо так я не могу поверить что здесь это похоже на сон просто держись рядом со мной все будет хорошо я в порядке просто это так нереально ладно тогда мне немного сориентироваться да да похоже на то скальное образование по близости вылезет знакомыми мой старый лагерь должен быть недалеко обещай что даже не знать если это кажется слишком для тебя обещаю как только мы доберемся до кемпинга мы используем его в качестве отправной точки для поиска обломков шаттла пошли окей а где далеко от 200 метров до прогуляемся хочу планету посмотреть можем на тачке проехать но из как типа пока 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 автомобиль здесь немного бессмысленны я кстати жду этот я жду dlc к старфилду dlc будут дом ворон раскрывать и я думаю что ну я у меня честно страшил не куплен я играю в него по этой уметь не иметь нужно я в него играю по подписке но я думаю что я куплю что прям полное сдать и чтобы спокойно вольнуть в dlc потому что ну честно честно вот давай честно откровенно мне нравится starfield хорошая игра мне также atomic hard нравится но я их не покупал они были в подписке типа ну не совсем вижу смысл платить за то что я могу взять бесплатно это не пиратство она в тапке за подписка я плачу конечно геймпасе мои любимые моим любимым так это разбившийся корабль шаттл сары а где сара она там решил выпускай сидит так вот но в dlc типа что в atomic hard что здесь ты не поиграешь то есть в геймпас dlc не закидывает только основную игру и вот он на atomic hard я дал все естественно покупал все честно я ну типа и starfield я куплю и starfield даже если честно если бился даже не выходил я вскоре что игра классная понимаешь это как follow это как fallout 4 ну то есть это вне времени я буду в него играть и сто процентов там пройду сейчас через три года я еще могут от плеча через три года ну скорее всего почти чуть ли не сразу пройду еще раз как как с полу чем 4 я его проходил много раз поэтому не вижу смысла типа только на подписку полагаться может быть даже диск я не знаю продается в белару заводили диски мне ни одного диска игр нет ни одного диска мне все куплено в цифре и типа за что ты идешь чем так медленно спину идет а мне подождать надо ладно пока она там дойдет у меня все куплено в цифре все говорят что ты покупаешь игры в цифре это значит эти возил в аренду тебя в любой момент их могут забрать а диск типа забрать не бога цар нормально спиной ты чё спиной идешь то страшно ну вот и все это то место где я провела почти год в ожидании спасения не совсем парадиза не так ли я даже не могу себе представить каково это было это было трудно и больно но это помогло мне выжить это был дом посмотри на эту штуку она просто ржаветь здесь думаю нам нужно захватить аварийный источник питания чтобы запустить компьютер корабля где-то здесь должен быть такой конечно если нам повезет когда я застряла здесь я установила сигнальный маяк питающийся от аварийных энергичей маяк находился там на плавдона видимо пора начинать восхождение куда более подожди я хочу в эту штуку залезть то есть сара год жила здесь вот уже это долго год в одиночестве не знаю спасут ее или нет это прям серьезные с по серьезным испытанием я думал здесь больше порядка будет компьютер шаттл 3 система аварийного текущая сцене красный данные недоступны личные журналы сара морган персональные журналы недоступны я хотел почему хотя наверное это было бы некрасиво тут она спала как-то мне хрень какая-то он всегда уменьшает количество топлива необходимо для будет играю пышка основы судоремонта я тебе скажу что я жну силовая розетка требуется элемент питания я тебе скажу что ну я бы вред ну не знаю сильно сильно можно было чуть прибраться хотя мне кажется знаешь запустение пришло когда она отсюда улетела просто туда мне куда мне залазить это туда аж прям залазить постой а может и здесь что-то лежит я помимо пробежал просто я сюда не могу зайти внутрь и не могу здесь прям закупок ну если бы я в такой ситуации оказался все равно как-то ну какой-то знаешь подобие порядка поддерживал понятно что ситуация трудно и неприятно и но мне было бы спокойнее если там тогда банально заняться было бы нечему реально это сейчас типа знаешь я могу там захламиться немного из-за того что у меня есть чем заняться другим более интересным а тут же просто них не делать было бы и все или целыми днями это было бы что-то там улучшить свои условия какие-то жилищные там еды добыть воды добыть ну что-то делать не сидеть на жопе ровно но я думаю что это скорее просто что это никель это просто знаешь типа из разряда того что здесь ну 10 лет никого уже не было условно или больше там я не знаю сара это 10 лет назад ушла из окей а как а как давно она вообще типа не участвует место крушения сары подожди или здесь она жила а здесь была прям тропинка наверх вместо крушения мы находили это просто аварийный маяк вот это зверью не конечно и она с ними сама справлялась здесь 5 дай вырваться куда-нибудь 1 положили да и мне опыта не дали за него при может ходить без напарников весь опыт мой будет потому что они реально здоровый человек где у него голова надо сарин пушку посоли мне не дать а то нас бегает сейчас стойка при этом тихо куда стреляешь чисто разведывательная граната пошла мне не попал так ячейку забрал так мне кровотечение класс и вот видишь вот там 50 к 50 к и его он сюда идет уже смысл мне нет кем перед вообще никакого по площади чуть-чуть постреляем для начала так чисто от пугнуть 250 это сильно давай тоже пойдем сами после что ты нахер я здесь посижу вот это 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 я буду колупать долго допистика голоса положил уже быстро не я хочу 50 забрать сара не вставил в принципе сара пускай лежит и встает я от этой хрени буду просто прятаться по горам куда-нибудь повыше и сюда стреснули тихо и падай о идеально если эта штука не будет убегать я ее в принципе расковыряю еще обезвоженный 5 лом и сколько тебя лезет но вот к сожалению сожалению это единственный сейчас единственная особенность того что у нас увеличен уровень сложности враги не ведут себя по-другому их просто нужно ковырять больше но тоже но слишком просто делать не хочется во первых из-за этого самого из-за опыта мне опыт нужен лишний опыт как бы не бывает слушай он прям убегает он понимает что меня не может достать он валит куда-то странно чуть но было бы еще стране если он сидел на месте знаешь сейчас прыгнет обратно меня выманяется он прятался он пытался слиться с местностью не падай вниз давай вылазь сюда я не хочу чтобы вот упадал вниз мне потом его облутать надо как будто бы ранен не ранен не дай новую мастер ты будешь что-нибудь делать с этим чувак чуть 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 странный бой какой-то момент он просто перестал на меня реагировать все сара жила она жила здесь одна эти штуки постоянно были рядом блин но это реально это еще все ухудшись ладно год ну в спокойствии прожить а тут ну год жить а почему не дуг исцелен и не включал чтобы они сами исцелялись типа я его включал чтобы не ухудшались и чтобы больше безопасных зон было ладно надо будет потом над этим поработать до сушат сканировать не что они бьют нормально бьют жестко я скажу честно надо залезть просто повыше как обычно мы это не будем делать сара счет все держится молодец ну второй как бы там царь держи держи спину если что погнали кабины спасательного шага а что нам и энергия чайка раз что мы будем проверять анализ телеметрических данных объект альфа потеряна корабль иничтожен объект бета говорит сары поверхность кассиопеи телеметрические расчеты настоящее время придется локальных планшет что думаю что что то есть еще мы нашли место где упал другой шаттл не мог поверить что наш план сработал благодаря тебе все это стало возможным сара но мы еще не дошли до до этого на черт возьми это очень приятно по данным телеметрии обломки находится слишком далеко чтобы идти пешком придется вернуться на корабль приземлиться другой части планеты давай начнем болин если они живы но это это будет очень странный сюжетный поворот если честно если они живы или что более вероятно они были живы вот но это сару точно добьет вставляешь типа она могла их спасти ну типа не спасли они что она сама как бы ждала спасение все такое почему сразу не почему сразу и она не смогу немножко падить почему она думала что они они мертвы или она или она точно знала ли она говорила что не сгорели в атмосфере не помню и не помню это диалог а куда ты дерни куда ты дерни чертил блин надо кстати в бок отпрыгивать подожди что-то был оборудован было написано может быть сработала аварийная птичка какая-то может я все-таки куда-то и установил потому что реально сейчас не достала 79 опыта дачу так мало опыта за них дают реально за них дают мало опыта каким враги как будто бы на побольше опыта должны быть очень чаще чуть ли что это было чего вас здесь происходит вот здесь происходит на такие лаги вы аксу он но это старше ничего другому что другого не стоило же до беж не ствыла даже и ждать слишком большая игра отказалось бы студии которая умеет делать больше чем-чуть у чучу-чучу-чу-чу-чу мне даже не надо если честно или что-то я не подумал мне даже не надо было я каждый раз забываю про это во второй корабль погнали перемещено но они пол материка далеко очень очень далеко друг от друга упали надо похавать сейчас еще блин и перс покрыть не ну я я кушать не хочу я поел я сегодня покушал так стать я не буду пока высаживаться мне нужно покормить персонажа покормить так помощь вообще супер так и немного перегружен слушай знаешь что не надо разобраться в этом раскидать вооружение все как раз серия уже концу все серия пошла к подошла концу я между сериями наведу порядок в инвентаре ну следующий соответственно продолжим спасибо что досмотрел здесь понравилось было интересно ставь лайки на тире подписывайся следите на канал еще много чего интересного счастливого пока до свидания